Дорогие коллеги, я рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем втором вебинаре. У нас сегодня получился насыщенный день в Директ-Академии. Может быть, кто-то даже первый вебинар у нас посетил сегодня в 12 часов. Ну, а всем остальным я говорю здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня наш вебинар проводит, как всегда, по средам и, как всегда, в 15 часов Марина Анатольевна Орешко. И тема нашей сегодняшней – необычные библиотечные форматы, комиксы, флеш-карточки, рабочие листы, что еще. Ну, и, как всегда, перед тем, как перейти к теме нашего вебинара, я хотел бы сделать несколько объявлений. В самом начале нашего чата, сейчас я посмотрю, не закрылась ли эта информация. Уже закрылась, поэтому сейчас, прямо сейчас продублирую ее. Одну минуту. Вот эта информация о некоторых полезных ссылках, которые я вам рекомендую. Вот эта информация. Первая ссылка ведет на нашу главную страницу нашего сайта, на которой вы можете зарегистрироваться на все мероприятия нашего учебного года, вплоть до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И я призываю вас на этот видеоканал, если вы на нем не подписаны, подписаться на него, потому что там хранятся все записи наших вебинаров. И этот вебинар тоже записывается и будет, и появится там в ближайшее время. Третья ссылка ведет на нашу страницу онлайн-курсы, где компания Директ Медиа предлагает обучиться пока на 8 курсах от проверенных нами спикеров и авторов курса, если быть точнее. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. На этой странице вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. И, кроме того, я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся в ближайшее время. Вот они. Вот в чате появились еще три ссылки. Наш следующий вебинар состоится 9 числа, послезавтра. Обращаю ваше внимание, сегодня у нас два вебинара, поэтому следующий вебинар не завтра, а послезавтра. Это будет вебинар Андрея Крижановского, преподавателя и научного сотрудника из Петрозаводска, из Петрозаводского университета. Вебинар, да, ну и кроме того, активного члена Вики-сообщества. И его вебинар будет называться «Вики-верситет. Бесплатная образовательная платформа для преподавателей и студентов». Как всегда, я активно выступаю за то, чтобы вы посещали все вебинары, которые посвящены Вики-теме. На мой взгляд, как в учебных заведениях, так и в библиотеках эта тема пока недостаточно представлена и обросла некоторым неправильным ореолом. В этом году мы будем, я надеюсь, еще много встречаться с представителями Вики-сообщества. Вторая ссылка 12 числа, уже в понедельник, выступит совершенно замечательный человек, автор интересных идей, автор приложения, которое называется «Объясняшки» Сергей Гевлич. Его доклад, его онлайн-мероприятие, вебинар будет называться «Визуализация в формате микрообучения». Сергей, насколько я понимаю, расскажет как о своем сервисе «Объясняшки», так и о деятельности возглавляемой им компании, которая называется «Смыслотека». То есть вообще об искусстве объяснять. Ну и наконец, 13 ноября в 12 часов, как всегда, Татьяна Телегина, наш постоянный ведущий, проведет вебинар «Агост-2003. Замолвите слово. Введение в основы библиографических описаний». Вот, прошу любить и жаловать, и регистрироваться на этих вебинарах. Ну что ж, а мое вводное слово закончено, и я передаю слово Марине Орешко для проведения сегодняшнего вебинара. Марина, прошу на связь. Марина, прошу на связи. Кому-то придет на ум одни какие-то варианты, кому-то нравится что-то другое, поэтому немножко субъективное такое название темы. Но тем не менее, я постаралась выбрать из всего арсенала различных онлайн-сервисов и инструментов, те, которые мне показались чем-то необычными, интересными, которые я, возможно, не видела еще использованными в библиотечной среде, но которые бы, на мой взгляд, можно было использовать. И вот решила сегодня их собрать и рассказать о них. Если вы на вебинаре узнаете что-то необычное для себя, интересное, то, значит, цель сегодняшнего вебинара будет достигнута. Ну, форматы, конечно, меняются, библиотека здесь не исключение. Если традиционными форматами, наверное, в библиотеке долгое время считались презентация, потом подключились сюда викторины, различные игры, то, что касается, то арсенал сейчас намного больше расширился, и все больше и больше интересных вариантов создания информационных продуктов, каких-то игр, виртуальных выставок, викторин и так далее, создается с помощью необычных сервисов. Ну, вот один такой формат, который уже, в общем-то, прижился в библиотеке, но пока еще, все-таки, наверное, можно считать его необычным, это комиксы, которые, ну, незаслужно, на мой взгляд, получили такой статус несерьезного жанра, только для развлечения. Когда мы только стали погружаться в эту тему, что же такое комикс, узнали, что это маленький рассказ в картинках, или серия картинок, которые связаны между собой по смыслу и сюжетно, узнали, что комиксы бывают немые, когда сюжет понятен без слов, и комиксы с баблами, такими облачками вокруг лиц, персонажей, где содержатся их мысли или фразы, иногда есть и слова автора, они сверху или снизу присутствуют. В общем, комикс оказался очень интересным жанром, и сейчас он считается одним из самых популярных в массовой культуре. Многие комиксы сейчас уже отошли от своего комического предназначения, и есть варианты, когда уже в таких графических изображениях вроде комиксов начинают упрощенно излагать разные литературные произведения. В этом смысле интересен, например, опыт Великобритании, они своего классика Уильяма Шекспира адаптировали в форме комиксов, практически все его произведения. Исторические комиксы тоже такой интересный пласт. Например, в Японии издана 48-томная книга по истории, и она является сейчас учебным пособием для преподавания истории в школе. В общем, поэтому комиксы сбрасывать со счетов не надо, и сейчас, я знаю, в библиотеках очень часто проходят различные мероприятия как раз с использованием вот таких вариантов. А чтобы слово комикс не смущало своей несерьезностью, то появился на его смену новый жанр, примерно то же самое, но уже более серьезное, графический роман. И наверняка сейчас в библиотеках у вас, может быть, встречаются уже книги, которые как раз в жанре графического романа написаны. Один из самых известных – это был проект «Дома Анны Франк», назывался он «Поиск». Эта история бывшей узницы Освенцима как раз передана вот с помощью вот таких вот графических изображений. И несмотря на несерьезность кажущегося жанра, создание комиксов довольно увлекательный процесс. И поэтому здесь даже не столько библиотекарь может поучаствовать в создании комиксов, хотя почему бы и нет. Но это прежде всего хороший вариант организовать какую-то творческую лабораторию или творческие занятия для молодежи, для детей по созданию таких комиксов. Например, они могут сочтать не только свои истории, могут по страницам любимой книги создавать нечто, продумывать декорации, писать какие-то диалоги. Может быть, из книги их выбирать, может быть, додумывать самим. В общем, в любом случае, это очень интересный творческий процесс, потому что, чтобы создать комикс по страницам книги, нужно, во-первых, ее прочитать, во-вторых, выбрать оттуда какую-то интересную, неожиданную информацию, изобразить ее, дополнить реплики персонажей, продумать декорации. В общем, очень много всего. И все это в довольно интересном формате происходит, поэтому есть смысл попробовать этот вариант. Создать или творческое какое-то объединение по созданию комиксов, либо можно конкурс провести по созданию комикс-рисунков. Мы когда-то в свое время в библиотеке два года назад, к 100-летию города, проводили такой конкурс комиксов. И темой нашего конкурса была «Ты настоящий мурманчанин, если...». И мы просили всех участников нарисовать в комиксах самые стереотипные представления о мурманчанах. Получили не так уж много, конечно, участников было, но очень интересные работы. И про белых медведей, и про оленей, и про сиреное сияние. В общем, все-все-все стереотипы о городе собрали. Если художников не очень много, но все равно рисовать хочется, то, конечно, здесь онлайн-сервисы первую помощь окажут. Перед тем, как, собственно, до них добраться, мы просили продумать участников нашего конкурса, о чем будет комикс. То есть отобрать какие-то интересные эпизоды, расположить их в определенном порядке. Кто будет героями комикса. Если это комикс по книге, то здесь надо выбрать несколько основных персонажей, продумать, что они говорят, как беседуют, как они выглядят. Ну и, наконец, где происходят действия, продумать декорации. А какие сервисы выбирали для работы участники, некоторые из них уже, к сожалению, не дожили до настоящего времени, но несколько сохранились сервисов таких устойчиво работающих, о них и расскажу. Самый простой вариант называется этот сервис Write Comics. Это сервис для создания комиксов без регистрации. Здесь все очень просто, в стиле минимализма и в режиме одного окна. Не надо ничего сохранять, перелистывать, здесь все делается автоматически. Вы получаете вот такую белую картинку, внутрь добавляете свое содержание. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так. Выбираете из библиотеки сервиса декорацию подходящую, даете название своему комиксу, добавляете нужное количество сценок. Сценки здесь располагаются в виде ленты, одна под другой. На терминологии комикс-мейкеров это называется стрипы ленты. Вот такая лента из нескольких картинок может изображаться. Ну, дальше вы добавляете своим персонажам реплики. Из плюсов то, что здесь нет регистрации, кириллица поддерживается. Из минусов то, что здесь нельзя свои картинки подгружать, только можно библиотеку использовать, она здесь не очень большая. Мы вот с помощью этого сервиса создавали комиксы, где под названием «Лукавые ответы наших читателей». Мы собрали все самые интересные ответы наших читателей, маленьких на мероприятиях, и вот с помощью этого их изобразили. Вот как это у нас получилось. Я ссылку вам в чат добавила. Извините, пожалуйста. Звуки посторонние убрала. И вот таким образом у нас получилась такая вот серия комиксов о лукавых ответах наших читателей. Идем дальше. Еще один интересный вариант. Ну, вот в итоге вот так вот это все вышло. А полный вариант по ссылке можете посмотреть. Там целая серия картинок. Еще один интересный сервис «Стори-бот» он называется. Это тоже сервис для создания комиксов. Он немножко посложнее будет, но у него и больше возможностей. «Стори-бот» позволяет создавать истории с персонажами с помощью шаблонов, но есть здесь возможность моделирования. То есть вы любого персонажа в этом сервисе можете добавить ему эмоции, позу, как он будет себя вести. В общем, на свой манер любого персонажа можно переделать, перекрасить, добавить какие-то индивидуальные черты и так далее. Библиотека здесь достаточно большая. Вы можете ее использовать для создания своих комиксов. К сожалению, собственное изображение тоже подгружать нельзя. Но зато есть пробная 14-дневная версия для учителя, где полный вариант всех действий возможен. И можно здесь создавать неограниченное количество комиксов и в том числе и свои картинки загружать. Если тариф бесплатный, то здесь можно создавать до двух комиксов в неделю, от трех до шести изображений в одном комиксе. Готовую работу можно сохранить на компьютер, можно ее скачать в формате презентации, но, к сожалению, здесь будет водяной знак. Вы можете ее сохранить на компьютер, как скриншот сделать, например, либо можете скачать, но в случае скачивания будет водяной знак не очень красивый. А вообще самый оптимальный вариант вставлять ее кодом на свой сайт или в блог, и в этом случае она будет самого наилучшего качества. Вот так выглядит рабочее поле. Самое приятное, что сервис автоматически переводится на русский язык, когда вы в него заходите, например, в Google Chrome. Вот так выглядит рабочее поле. Здесь дается сразу три картинки на вариант. Можно добавить еще чуть больше. Вверху библиотека персонажей, фоны, различные формы, сцены, которые можно добавлять в комиксы. А внизу дополнительные возможности копировать, вставить, изменить раскладку, добавить новые ячейки и так далее. А рядышком я открыла такое контекстное меню, это как можно перекрашивать персонажа. Можно выбрать цвет волос, кожи, глаз, цвет рубашки, одежды. В отдельной вкладке можно изменять его позу, добавлять ему эмоции. В общем, здесь большое количество разных интересностей, которые можно использовать при создании комиксов. Тоже очень неплохой сервис, на мой взгляд. Ну, самый известный, наверное, Тунду. Он совмещает в себе и несложность, и доброжелательный дизайн, и то, что он бесплатный. И позволяет создавать, опять-таки, комиксы на основе готовой библиотеки. Но можно еще и подгружать свои фотографии и картинки, добавляя их на вот эти вот слайды комиксовые. Здесь более 400 персонажей в библиотеке. Есть фоны, предметы обстановки, разные речевые облачка можно вставлять. Готовые комиксы вы можете вставить на сайт или в блог, отправить по электронной почте. Возможностей здесь достаточно много. У сервиса большая библиотека, как я уже сказала, вот так выглядит рабочее поле. Здесь ничего не подписано, здесь все по иконкам можно догадаться, где персонажи, где фоны, где облачка для речи, где можно загружать свои изображения. Внизу традиционные вырезать, вставить, дублировать и так далее. Что еще здесь интересного? Такие необычные особенности этого сервиса. Когда вы выбираете речевое облачко, как ни странно, нужно выбирать облачко, в котором прописаны иероглифы. Тогда русский текст будет отображаться лучше всего, более всего корректно. Из готовых комиксов вы сохраняете в сервисе, а дальше получаете на него ссылку или код, для того чтобы вставить на свой сайт или в блог. В итоге у нас тоже были свои комиксы по всей той же теме. По всей той же теме про настоящего мурманчанина. Вот в этом сервисе пример. Так он может выглядеть. А если у нас создано несколько картинок в горизонтальном формате, то можно их объединить в книгу с перелистывающими страницами. Вот пример такой книжки мы попробовали сделать. Ой, не ту ссылку, извините, вам дала. Забежала вперед. Сейчас еще раз продублирую нужный вариант. Не увидела. Ну да, я уже ссылку отправляла, но еще раз отправлю для тех, кто ее просмотрел. Можно эту книжку перелистывать. Количество страниц здесь не ограничено. Из комиксов можно целую историю создать. Сервисов на самом деле больше, если вы в поисковике наберете, то их около десятка. Единственное, что не всегда корректно, там русский шрифт будет отображаться. Поэтому выбрала вот в основном три. Вот так выглядит книга с перелистывающимися страничками. Тут тоже все несложно. Вы нажимаете «Создать книгу Крейтбук», а дальше из ваших собственных комиксов выбираете то, что вам подходит в эту книгу, но и сохраняете это все. Еще один интересный формат. Можно создавать интересные информационные продукты, так называемые интерактивные и мультимедиа книги. Сейчас большое количество сервисов, которые предоставляют возможность создавать книги с перелистывающимися страницами, с шелестом этих самых страниц. Тот же самый сервис Коломео может такие публикации создавать. Вы загружаете, допустим, презентацию, и на выходе получаете такую интересную книгу с шелестом страниц. А что еще можно посмотреть в плане вот таких вот необычностей? Ну, вот этот сервис, я вам просто дам ссылку не на готовую работу, а вот на сам сервис, просто если у вас есть возможности сейчас технически, вы можете по этой ссылке перейти и просто сами посмотреть, насколько красочно и интересно это сделано. Потому что говорить одно дело, а своими глазами увидеть это намного более интересно. Образовательный проект книжного издательства. Называется он Story Starter и адресован прежде всего для детей, и для их родителей, учителей, библиотекарей. Он создает необычные, небольшие цифровые истории. На первую страничку, если вы зайдете, вот такой слайдик откроется. Здесь вам сразу предложат выбор жанра для вашей истории. Либо это приключение, либо фантастика, либо что-то научное, связанное или что-то связанное с техникой. Выбираете то, что вам больше нравится. И открывается вот такой слайд. К сожалению, здесь все на английском языке, но если подключить Google Переводчик, картинка, может быть, не очень красиво будет смотреться, но зато все надписи переведутся на русский язык. Что это такое? Это генератор будущей истории. Для детей это особенно интересно. Если вам звук будет мешать, то там есть кнопка аудио, звук можно отключить, он еще и со звуком. Нажимая на кнопку спин, вы генерируете свою будущую историю. Причем каждый фрагмент истории, он из четырех частей состоит, вы можете еще самостоятельно отгенерировать, если вам что-то не понравится. Ну вот, например, если юный создатель истории не знает, о чем ему придумать историю, то вот можно так сгенерировать уже готовый сюжет. Это чем-то напоминает эти детские игры. Может быть, вы в детстве тоже когда-то играли. Я так играла точно. Игра называется «Создай историю» по словам «Кто, куда, что сделал и чем все это закончилось». Ну вот, что-то вроде этого. Здесь тоже предлагается четыре фрагмента. В итоге, когда я попробовала сгенерировать, у меня получилось, что надо написать рассказ о маленькой собачке, которая научилась играть в баскетбол. Ну, почему бы и нет. После этого можно уже переходить к следующему варианту. Вам предложат формат вашей будущей истории. Здесь можно создавать, как вы видите, заметку в газету, например, для более таких взрослых читателей. Вы можете здесь создавать почтовую открытку, письмо другу можно, и запись в блокноте. Все это небольшого формата. Если вы, например, пишете газету или запись в блокноте, то можно несколько страничек создать, если история длинная. Как вы видите, по слайду здесь вверху пишется текст, а внизу рисуется картинка. Вы к каждой своей страничке можете добавить изображение, причем нарисовать его сами. Рисуется с помощью мышки. У сервиса есть мобильная версия, можно на планшете рисовать тоже, но уже пальчиком. И после того, как вы это все создаете, у вас это все красиво получается, вы можете скачать готовую работу себе на компьютер в формате PDF или прямо вот так ее распечатать в виде открытки, в виде письма, либо в виде вот этой газетной статьи. В итоге вот примерчик такой нашла, сама не рисовала, но нашла пример в интернете. Вот так может выглядеть, например, почтовая открытка. То есть какая-то история на обороте, а на лицевой стороне картинка к этой истории. Как это все можно использовать в библиотечной практике? Ну, сейчас очень популярны какие-то новые необычности, конкурсы для юных читателей. Например, я слышала о конкурсах рецензия на почтовые открытки, отзыв на книжку маленький, сказки с ладошку, письмо другу о прочитанной книге, но это уже классика жанра, газетная статья о каком-то необычном происшествии. В общем, тут фантазия неограничена, вы можете генератор подключить, создавать вот с помощью генератора какие-то странно необычные истории. Самый большой плюс, что здесь не надо регистрироваться в сервисе, никаких персональных данных вы не оставляете. Это очень удобно, если вы работаете с детьми. Что для более старшего возраста могу посоветовать? StoryJumper. Я на прошлом вебинаре уже немножко о нем рассказывала, но расскажу еще раз, потому что сервис действительно заслуживающий внимания. Вот ссылка. Ссылок у меня много, потому что в этом сервисе большая довольно библиотека, все доступно для просмотра, и здесь очень много создано работ на русском языке. Вы можете посмотреть разные варианты, как работают дети и самостоятельно, и коллективно, и под руководством учителя или библиотекаря что-то свое создают. Здесь и какие-то вымышленные истории, и родословные семей, и просто какие-то учебные доклады, рефераты тоже вот так можно необычно оформить. Это такая книга интерактивная с перелистывающимися страницами, с картинками, с текстами, которые рассказывают какую-то историю. Здесь большая библиотека, есть поисковик, чтобы в ней не заблудиться. Здесь есть раздел Props, это разные герои, одушевленные, неодушевленные. Есть Scenes, это декорации вашей истории, но Photos, эта кнопка подключает ваши картинки, изображения, и кнопка «Текст» добавляет тексты. У вас сразу появляется обложка, куда вы можете картинку, например, загрузить, а дальше развороты книги, которые вы оформляете по своему вкусу. Здесь все несложно, кнопочки вам подскажут, что делать. Я вот все подписала на слайде, чтобы было понятнее, что, как и зачем. Вы просто перемещаетесь между страничками, и каждую страничку оформляете. По умолчанию здесь сразу выдают 8 страниц, но если хотите больше, можно добавить больше. Сервис бесплатный, количество работ здесь не ограничено, и очень большая функция, очень важная, возможность коллективной работы. Вы можете создать класс для работы, подключить туда соавторов, и вместе с ними создавать одну большую книгу. Класс открывается на какое-то определенное время, здесь по умолчанию полтора часа, прямо вот перед началом работы его открыть и вместе поработать. Но можно и на большее время растянуть этот срок, это как раз не проблема. А полученную работу вы можете сохранить, естественно, получить на нее ссылку и вставить в блог или на сайт, как творческое такое задание. Тоже хороший вариант. Здесь уже, наверное, для более таких взрослых читателей, которые уже могут зарегистрироваться в сервисе и уже самостоятельно что-то интересное сделать. Ну, вот так выглядят страницы книжки. Любую картинку из библиотеки вы можете развернуть, повернуть, уменьшить, увеличить размер. И разные оформительские возможности тоже здесь довольно большие. Для более, еще более старших читателей, уже для такого молодежного возраста, я думаю, их может заинтересовать вот этот сервис. Называется он Inkel-Writer и позволяет создавать интересные ветвящиеся истории. Что такое ветвящаяся история? Ну, наверное, когда мы все читаем книги, мы задаемся вопросом, а что было бы если? Если бы персонаж встретил какого-то другого героя или наоборот герои не встретились бы в жизни, или как-то события по-другому повернулись. Ну, в общем, мы начинаем историю домысливать. Создатели сервиса подумали, ну, почему бы и нет, и придумали сервис для создания вот таких историй с разными финалами, с разными развитиями событий. Нам предлагается сразу несколько вариантов, по которым может двигаться действие. Ну, а наша задача уже просто выбрать то, что нам наиболее интересно. Вот такие как раз истории с альтернативными развитием событий называются ветвящиеся. Сейчас ссылку дам. Правда, это не самый яркий пример ветвящейся истории, потому что все-таки, чтобы создать такую историю, нужно запасить достаточно большим количеством времени. Так просто набросок не сделаешь. Это набросок Александра Баданова, то, что я нашла у него в блоге. Сама я вот только начала что-то придумывать, но вот скриншот рабочего стола, как я это делала. Здесь в стиле минимализма вы получаете вот такой вот после регистрации рабочий стол. В центре ваша история, в виде такой длинной полосы текстовой. Сюда же можно и картинку добавить для оживления сюжета. Ну, а слева в рамочку я выделила кнопочки для добавления и создания собственной истории. Вы начинаете прописывать историю, текст можно немножко форматировать, делать его наклонным, жирным, добавлять картинки. Затем в нужный момент делаете паузу и дальше нажимаете на кнопку «Add Option». Она в самом низу. И у вас появляется альтернатива. Ну, вот, например, я начала сочнять историю «Однажды в темном-темном лесу я встретил». А дальше три варианта развития событий. Вот трех персонажей я вывела, их может быть больше, сколько вы считаете нужным. Альтернатив. А дальше уже история, в зависимости от того, какого персонажа ты встретил, дальше история идет уже в каком-то другом направлении. Итак, сервис позволяет вот такие практически неограниченные истории создавать с разными альтернативами. Причем вы вторую ветку, новую ветку начинаете прописывать, например, о том, как я встретил чудовище. Опять доходите до какого-то события и опять даете альтернативу. А что случилось дальше? И читатель будет опять выбирать, по какому пути ему пойти и о чем читать дальше. Вот такие интересные истории можно здесь создавать. Сервис умный, он следит за тем, чтобы все ветки были закончены. Если вы в творческом запале забудете о какой-то версии событий, то сервис вам обязательно подскажет, что еще не закончено, что нужно дописать. Очень интересный сервис, на мой взгляд. Тут нет, правда, коллективной работы, но самостоятельно можно создать такую альтернативную интересную историю. наподобие квеста, их так и называют литературные квесты. Готовую работу можно опубликовать на сайте блога, получить ссылку. Таким образом это работает. Ну и, наконец, такой тоже взрослый уже сервис, ReadyMac. Он позволяет создавать мультимедиа-альбомы, либо как презентации, либо со страничками. Здесь, чтобы перечислить, что можно добавить в такой альбом, мне целый слайд понадобился. В этот альбом можно добавлять и тексты, и фото, и аудио, и видео, и создавать прямо внутри этого альбома слайд-шоу с фотографией, который вы загружаете, и контент добавлять из соцсетей, и многое-многое другое. Ссылочку я сейчас впустила в чат. Она, правда, немножко капризная. Если не откроется прямо из чата, то можно ее скопировать в браузер. И так 100% должна открыться. Как это все работает? Такая суровая интерфейс у этого сервиса. А тут все оказывается очень просто. Есть готовые шаблоны. Если вы впервые, то можете готовый шаблон взять. Здесь шаблонов три. Есть презентация, есть фотоистория, если вы на основе картинок будете работать. И есть лонг-рид. Это так называемые длинные статьи, длинное чтение. Это текстовые большие статьи, насыщенные разным медиа-контентом. Вы выбираете то, что вам больше нравится, и в шаблоне уже в этом работаете. Либо вы можете начать с нуля, без всяких шаблонов, и сразу получить такой белый лист, на который будете добавлять контент. Вот весь контент я тут вывела, он значком «плюс» добавляется. Здесь все-все-все, что только можно добавить. Тексты вписывайте сами. Картинки добавляйте из компьютера или из интернета. Все остальное по ссылкам. Видео, аудио, слайд-шоу создается внутри. Есть функция встраиваемых объектов «Embed». Любые объекты, которые хотите, можно сюда добавить. Игры, викторины, презентации. Все то, у чего есть код, можно сюда очень легко вставить. Google карты и многое-многое другое. Все слайды можно перекрасить, добавить к ним фоновое изображение, в том числе в виде фотографий. Есть даже возможность фон создать как видео, только без звука, если звук отключить. И вот такой мультимедиа-альбом будет очень хорошо смотреться и на сайте, и в блоге. Действительно, такой интересный медиапродукт выйдет. Но опять-таки о минусах. Здесь бесплатно можно создать 10 медиа-страниц. К сожалению, только их можно объединить в один большой альбом, если вы найдете это нужным. Например, рассказ о писателе создать, рассказ о любимой книге, либо просто какой-то дайджест интересности, либо свою историю создать. Тут вариантов очень много. Ну а дальше, если же мы заговорили об историях и об добавлении разных медиа-объектов, наверное, очень часто хочется какой-то текст насыдить музыкой, добавить какое-то фоновое музыкальное сопровождение. И с помощью технологии это сейчас можно сделать. Могут получиться интересные аудио-истории. И в них можно использовать и звукозаписи, и записи онлайн. Давайте посмотрим, как это делается. Ну опять начнем с детских читателей, читателей детской библиотеки, для которых, я думаю, подойдет сервис вот этот. Называется он Little Bird Tales. По его оформлению понятно, что он для детей. Он очень дружелюбный, очень несложный, хотя и на английском языке, но тут все понятно. Он условно бесплатный, то есть есть тут ограничения по бесплатному тарифу до 10 мегабайт. Здесь можно картинок сохранять в одном аккаунте. Но есть пробная версия на 21 день с полным функционалом для учителей. Можно в том числе и коллективно что-то за этот 21 день сделать. Есть функция коллективной работы. Как это делается? Тут все предельно просто. После регистрации вы открываете вот такое рабочее поле, загружаете картинку любую. Вы можете ее с компьютера загрузить, можете по ссылке, либо вообще можно ее онлайн прямо тут нарисовать. А дальше к ней добавляете озвучку. Ну, например, какое-то стихотворение вы хотите озвучить, подбираете к нему иллюстрацию подходящую, а дальше в режиме онлайн происходит аудиозапись этого стихотворения. Нажимаете на зеленую кнопочку, записываете, кнопкой «Стоп» останавливаете, проигрывается кнопкой «Плей». Ну, а дальше получаете ссылку на свою работу и можете встать в блог и на сайт. Вот так можно, например, организовать хорошо нам знакомые конкурсы чтецов, например. Каждый читает свое любимое стихотворение, сопровождает его картинкой, и вы можете целую галерею у себя на сайте и в блоге выложить вот из таких творческих работ. Почему бы и нет? Вот таким образом сервис работает, здесь все предельно просто. Есть мобильная версия, можно и на планшете то же самое все сделать. Кстати, здесь история не исчерпывается одной картинкой, можно несколько страничек создать, если история большая, хочется о многом рассказать, можно добавить несколько страниц. Главное уложиться в норму 10 мегабайт, поэтому картинки лучше загружать не очень тяжелые, чтобы сервис с ними справился. Еще один вариант. Тоже известный сервис, плейкаст. Я просто напомню для тех, кто о нем знает, а для тех, кто не знает, расскажу, что это сервис для создания вообще-то музыкальных открыток. Но очень плодотворно используется на библиотечной ниве, наверное, потому что он простой и практически бесплатный. А еще он на русском языке. Правда, он не такой красивенький, как предыдущий. Но тем не менее, получается вот такое рабочее поле после регистрации. Здесь все несложно. На вот такой холст вы добавляете изображение, выбираете фон, добавляете звук. Можно добавить видео по ссылке. И таким образом можно, например, озвучить стихотворение самое простое. Создать маленький рассказ о писателе. Я знаю, многие библиотеки создают календарь знаменательных дат в виде таких картинок. Например, 200-летие какого-нибудь писателя отмечается. И дальше небольшой такой дайджест. Фотография писателя, изображение писателя, портрет. Дальше может быть отрывок из его произведения, какой-то музыкальный фон. Получается довольно красиво. Все это можно вставить опять-таки на сайт или в блог. Создается буквально в течение нескольких минут. А для читателей можно опять-таки организовать конкурс, например, прочитая отрывок из любимой книги или расскажа о любимом писателе. Тут фантазия, в общем, не ограничена. Еще один интересный сервис. Называется он BookTrack. Ну, такой уже для более серьезной читательской аудитории. BookTrack. Идея этого сервиса в том, чтобы дополнить книгу интересными саундтреками и звуками. Ну, вот пример я сейчас, да, 200-летие Тургенева, точно, я о нем и подумала как раз. Спасибо большое, Виктория Викторовна, за дополнение. А вот о сервисе BookTrack. Такой не очень часто используемый в библиотечной практике, но вообще интересные вещи можно сделать. Я вам чуть выше дала ссылку. Это книга «Пиноккио». Ну, специально выбрала хорошо известную книгу с понятным сюжетом. Сделана на английском языке сама книга, но по саундтреку, который будет звучать за кадром, если вы ее откроете, догадаетесь. Первая глава, например, как из полена делают деревянного человечка. Вторая глава, как этот человечек пошел в школу, там по саундтреку все понятно. Там идет музыкальный файл, какие-то звуки природы, может быть, там, чириканье птичек, скрип двери и так далее. В общем, литературная история приобретает такое аудиозвучание. Причем сервис умный, он достаточно хорошо просчитывает, сколько времени у вас уходит на прочтение книги. И подстраивает, что вы глазами пробегаете строчки, как раз практически в нужный момент звучит нужная мелодия. Вы как бы внутрь книги погружаетесь, это очень интересный эффект создает, и вообще это интересно. Здесь большая библиотека, но большинство на английском языке книг. На русском не нашла, ну, может быть, плохо искала, а вот зато нашла возможность, как можно самому такую книгу сделать. Здесь все несложно, BookTrackStudio, здесь всего три кнопочки. Первая кнопка – это текст. Вы просто добавляете сюда простым копированием любой текст, который хотите озвучить. Либо свою историю, либо фрагмент художественного произведения. Ну, я вот стихотворение Анны Ахматовой для примера вставила. Дальше выделяете фрагмент текста, к которому хотите прикрепить саундтрек. Можно выделить прямо весь текст, но это, может быть, не очень интересно будет. Будет такая мелодикламация беззвучная на фоне музыки, например, к стихотворению. А еще можно выделить одно словечко, словосочетание, какую-то фразу и конкретно саундтрек прикрепить именно к ним. Для этого вот как раз есть кнопка «Саунд», которая сейчас открыта. Вы выбираете трек. Здесь огромная библиотека саундтреков. Есть обычная музыка, есть звуковые эффекты. Если ничего не нашли подходящего, то можно из компьютера все это загрузить. Дальше регулируете, с какой громкостью это будет звучать, с какой там частотой, дополнительными настройками. Ну и вот так вот вы практически словечко за словечком насыщаете музыкальным сопровождением. Переходите к новой главе и точно так же продолжаете. В общем, очень кропотливая работа, но в чем-то очень интересная, потому что необычный результат получается. Когда вы все закончили, нажимаем кнопку «Паблиш», у вас публикуется готовая книга. В библиотеке сервиса, и вы уже можете ей делиться. Получаете на нее ссылку, и можете ее в блоге и на сайте публиковать для своих читателей. Можете такие книги создавать сами, популяризировать литературу, продвигая какие-то фрагменты. Если они не ограничены в авторском праве, почему нет, можно, мне кажется, это делать. Либо самих читателей попросить поучаствовать. Мне кажется, это хороший вариант работы. Ну и, наконец, если у нас и звук, а взять, например, и подключить анимацию. Для этого есть сервис ВОКИ. Он изначально создавался для создания говорящих аватарок, которые в социальных сетях используются, на сайтах, в блогах и так далее. Можно использовать эти, опять-таки, говорящие аватары на библиотечном поприще. Можно, например, попросить читателей библиотеки создать аватарку самого себя, как ты в анимированном виде, например, читаешь какое-то стихотворение. Ну, вот я немножко попрактиковала в сервисе, попросила нарисовать что-то похожее на себя, и вот добавила музыкальный файл для иллюстрации. Вообще здесь кнопок 5, вот они все тут с правой стороны перечислены. Кнопка «Аватар» отвечает за картинку главного персонажа. Его можно одеть, его можно как-то выбрать ему эмоции, настроение, в общем, добавить какие-то другие элементы в одежде, например. Да, будет вебинар записи. Отвечаю на вопрос параллельно. Дальше кнопка «Кастомайз» как раз и отвечает за одеяние персонажа и его особенности внешние. Дальше кнопка «Воис» третья – это кнопка для добавления звука. Можно онлайн записывать, можно добавлять готовый файл с компьютера, в том числе и музыкальный. Единственное, что здесь до 60 секунд аудиозапись. Ну, в общем, для прочтения небольшого фрагмента из текста или стихотворения, мне кажется, этого достаточно. «Бэкграунд» – это вот задний план. Помещаете туда, куда захотите себя. Ну и кнопка «Ш» – это «Поделиться». Теперь о минусах сервиса. Здорово работает, все отлично, но… Демо-версия на 15 дней с полным функционалом есть. Здесь можно все возможности использовать. Есть и коллективная работа, есть возможность встраивать эти аватарки прямо у себя на сайте и в блоге. Целую галерею можно за 15 дней устроить этих аватарок у себя. И самое интересное, что они будут сохраняться, когда эта демо-версия истечет. А вот уже потом, к сожалению, встроить ничего не получится на сайт в блог, только вот с помощью ссылки можно распространять. Ну, тоже сервис довольно интересный, можно, я думаю, использовать особенно в детских и школьных библиотеках. Ну, раз уж мы заговорили, например, о конкурсе аватарок, например, можно в конкурсе аватарок провести рассказ о любимой книге в нескольких словах, то вот как раз о конкурсных работах и о том, как викторины можно создавать, это вот с помощью флеш-карточек можно делать. Тоже, на мой взгляд, интересный формат для библиотеки. Флеш-карточка – это карточка, ну, она реально квадратик небольшой, который переворачивается, на одной стороне что-то написано, на другой, например, на одной стороне помещаете фотографию какого-то места, а на другой название этой достопримечательности получаются у вас виртуальные экскурсии. Дальше, например, на одной стороне карточки вы помещаете, допустим, какой-то вопрос, наоборот, ответ, получается викторина. В общем, флеш-карточки – отличная штука для того, чтобы создать необычные викторины. Например, вот сервис Tiny Cards. Очень простой, в нем буквально за несколько, ну, за полчаса, скажем так, создала я вот такой набор карточек. У него есть мобильная версия, с карточкой можно поиграть. Ну, сервис вам сам предложит, как в них можно играть. Я вот, например, делала набор карточек по нашему северорусскому говору, назвала его «Поморскоговоря» и выбрала такие слова и словосочетания из северорусского говора. С одной стороны слово, с другой стороны его перевод на современный язык. И вот тем самым эти карточки можно, например, использовать для популяризации каких-то кривических знаний. Ну, вот, например, продвижение языка коренных жителей, скажем так. Создается такой набор карточек очень несложно. Кнопочка «Create», а дальше вот две карточки будут сразу на экране нарисованы. Вы просто на одну сторону карточки добавляете текст, на другую можете либо текст, либо изображение сделать. И таким образом у вас появляется несколько карточек, которые объединяются в набор. А дальше с этим набором вы можете играть, как считаете, ну, как сервис вам это подскажет. Можно, например, отгадывать, что написано, подбирать текст картинки, либо вам нужно из трех картинок выбрать одну правильную. А сервис очень интересный. И там еще, если в случае неправильного ответа у вас карточка заскучает, в случае правильного ответа она начнет улыбаться. Он такой анимированный, довольно интересный. Работает на мобильных устройствах, на мобильниках это даже еще и интереснее смотрится. Русскоязычный вариант. Барабук. Все-таки предыдущий был на английском языке, а барабук он на русском. Он позволяет создавать тоже наборы карточек. По различной тематике он может быть не такой красочный, не такой анимированный, но у него возможностей немножко больше. Здесь есть тоже конструктор. Вот так он выглядит. Здесь все на русском языке. В общем, тут несложно. На сторону А добавляете либо текст, либо изображение. Можно озвучить. Здесь можно и звук записать, если считаете нужным. А дальше, после того, как набора… Спасибо большое, я прям растерялась. Добрых слов. Спасибо. Возвращаюсь к карточкам. После того, как вы такой набор создаете, у вас можно с этими карточками организовывать разные игры. Вот я красной рамочкой выделила возможности, которые здесь можно с этими карточками делать. Например, можно из нескольких изображений подобрать то, что нужно. Можно вписать недостающую надпись, собрать пары, ввести какой-то текст. Можно соревнования между участниками сделать. Можно командную игру, можно индивидуально между участниками такую игру придумать. Вот, например, вывести код игры для участников на экране. Они подключаются со своих мобильных устройств и начинают играть с помощью этих карточек. Кто быстрее, кто лучше. Одна команда будет, допустим, улитки, вторая – утята. И так они между собой соревнуются. Единственное, что в самом браузере поиграть не удастся. Это только для мобильных устройств игры. В браузере вы их создаете, а играть уже можно на мобильных устройствах. Вот так можно интересные мероприятия проводить, например. Плюс, что здесь все бесплатное, что здесь все на русском языке, поэтому, я думаю, можно его использовать. Интересный вариант. Другой вариант. Выбрала его, потому что здесь необычный способ представления. С таким трудно выговариваемым названием – GoConger. Сервис для создания викторин. Но викторины здесь не очень яркие, поэтому я вот слово викторины обошла стороной, я задержалась на флеш-карточках. Если вы по ссылке перейдете, посмотрите, что здесь очень необычный способ их представления. Их можно на сайт и в блог именно в таком виде встроить. И можно устроить здесь виртуальную экскурсию. Я вам ссылочку дала, как раз, например, хотя она названа викторина, но я бы ее больше назвала виртуальной экскурсией по Минску. Здесь, с одной стороны, фотография какой-то достопримечательности, а с другой стороны его название. Но это одновременно. И викторина, и виртуальная экскурсия. Узнаем свой город. Или знакомим кого-то со своим городом. Здесь тоже все очень несложно. Две стороны карточки. Синенькая и зелененькая. Блицевая и оборотная. На каждую из них. Да, на все ссылки, что я вам кидаю, все это в презентации есть. Я все внутрь туда вмонтировала. Так что, если вы презентацию скачаете, у вас весь материал с собой будет. Ну и после того, как вы создаете такой набор карточек, просто вы его сохраняете. И вот он в таком интересном формате у вас здесь и представлен. В самом сервисе «Большая библиотека и галерея» вам будут периодически подбирать интересные какие-то викторинки. И вы можете оттуда черпать свои идеи. Сервис действительно необычный и, на мой взгляд, интересно. Ссылки в записи будут недоступны. Ссылки будут доступны, если вы скачаете саму презентацию, которую я сейчас показываю. Скачать презентацию можно в папочке. Она в правом верхнем углу, справа от вас на экране. Значок такой серый, нарисована папка. Сначала будет, если слева направо рука, потом смайлик, потом такие столбики, дальше изображение человечка и вот следующее изображение папочки. Вот там можно все это скачать. Но об этом я еще чуть-чуть в конце расскажу, еще раз напомню, как это можно сделать. Что еще? Сервис Play, да, в окошке ресурсов, все верно он так называется. Сервис PlayBus. Он такой вообще-то был изначально развлекательного характера. Тесты, викторины на сайтах наверняка сами видели, может быть, участвовали во всем этом. Но вот очень много получилось работ в нем создавать с помощью для библиотечной практики. Мы его использовали для создания так называемых книжных жмурок. Может быть, слышали о таком формате библиотеки. Все очень просто. Название просто необычное. А принцип очень простой. Дается описание книги, и вам нужно догадаться, что за книга зашифрована. Причем название этой книги, оно чаще всего зашифровано с помощью юмористических каких-то описаний. Ну, например, там, какая история рассказывает о… ладно, не буду вам подсказывать. Вот я вам ссылку дала. Посмотрите, пожалуйста, что у нас получилось. Это набросок, конечно. Там зашифрованы некоторые очень известные сказки. И вот таким образом можно книжные жмурки создавать по любым произведениям. Но это не единственный вариант. Вы можете подключить сюда картинки. И опять-таки виртуальные экскурсии, фото-выставки устраивать у себя в блоге, викторины, фотовикторины. В общем, сервис очень интересный. Если вы сам его откроете, то, может быть, отпугнет наличие рекламы. Но когда вы его в блог или на сайт будете вставлять по коду, то эту рекламу можно отключить, и у вас будет такой уже хороший вариант для читателей. Все в режиме одного окна создается. Здесь есть название, описание. У карточки лицевая и оборотная сторона. Тексты изображения можете добавлять. Формат карточек менять. Но потом вы все это сохраняете и публикуете. Очень все несложно и очень легко это все распространяется. Сервис такой очень интересный. Кроме флеш-карточек, там еще много-много разных возможностей. Особенно много для викторин. Советую попробовать. Может быть, вам понравится. Мой любимец. Но вот ни одна презентация без него не отходится. H5P. Он прямо вот сервис на все случаи жизни. Если вот совсем никак, то можно в него отправиться. Там наверняка какой-то вариантик интересный найдется. Сервис для создания разного интерактива. Это и презентации, это и флеш-карточки, и викторины, и разные игровые упражнения. Здесь нет такого красивого интерфейса, как, например, в Learning Apps. Но здесь все здорово организовано в плане шаблонов и в плане эффективности. Здесь шаблоны очень простые. Хотя и на английском языке, но их в Google Переводчик очень хорошо переводит. Вот, например, я создавала викторину, ссылку я вам послала, на основе как раз флеш-карточек о юбилярах 2018 года. Вы задаете название вашей будущей викторине из флеш-карточек, а дальше вопросы, ответы, подключаете изображение, если считаете нужным. Есть такая возможность, как подсказки. В общем, тут предусмотрено практически все. И такое количество карточек здесь не ограничено в одном наборе. Можете создавать сколько хотите. И после этого сохраняете, публикуете на сайте и в блоге. Получается очень симпатично. Второй вариант, тут назывался флеш-карточки. Этот немножко иначе называется диалог-карточки. Он менее красочный, но здесь другие возможности. Здесь можно подключать аудио. Все то же самое, как видите, шаблон остался почти без изменений. Только в конце шаблона вам предложат вкладку «Медиа», куда вы можете подключать аудиофайлы. Прямо со своего компьютера вы подключаете аудиофайлы. Например, берете картинку, дальше подключаете аудиофайл с чтением этого стихотворения, отдаете вопрос читателям, отгадаете, кому принадлежит это стихотворение. Наоборот, пишите правильный ответ. Слушатель слушает, отвечает сам для себя, поворачивает, проверяет, правильно он угадал или нет. Вот таким образом это работает и опять-таки вставляется и на сайт, и в блоге. Может порадовать читателей. Ну и в заключении буквально несколько слов об интерактивных рабочих листах. Вообще понятие вот эти интерактивные рабочие листы – это все педагогическая практика. Это такие большие вот именно что листы, в которых собрано задание для участников, для школьников, для участников мероприятий, ну в общем для тех, кто хочет проверить свои знания, например. В чем здесь интерактивность? То, что участник отвечает на вот эти задания, викторины, а организатор, библиотекарь или учитель может тут же их проверить, просмотреть. Сам участник может получить какую-то обратную связь, правильно он ответил или неправильно, но вот в этом, наверное, интерактив. Это как альтернатива традиционным викторинам может быть. Правда, в викторину мы можем загрузить только несколько вариантов. Тут, например, вариант с одним правильным ответом, с несколькими правильными ответами. А вот интерактивные или рабочие листы в этом смысле более такие изобретательные. Здесь очень много разных заданий можно подключить. Ну, начну вот, не могла его не упомянуть, ну просто потому, что он есть, и может быть кому-то минимализм нравится. Ссылка такая немножко получилась длинная, ну, к сожалению. Он так и называется – Live Walk Sheets – Живые рабочие листы. Это как работает, собственно говоря. Это не обязательно можно, вот именно для читателей, это можно и для внутренней какой-то своей библиотечной кухни использовать. У вас есть готовый документ текстовый, а вы на основе этого текста можете создать сразу интерактив. Ну, как это делать? Берете готовый текст с пропусками, например, загружаете в этот сайт, а дальше рисуете просто мышью от руки окошечки, в которые нужно вписывать ответ. Все, интерактивный лист готов. А дальше распространяете его участникам, даете, можете на сайте, в блоге опубликовать. Каждый, кто его откроет, в это окошечко может вписывать свой вариант ответа. Ну, поскольку я сейчас больше к педагогике имею отношение, я вот взяла проверочную работу по Роману Достоевского, например. Вставила такие окошечки, и вот для школьников можно предложить сюда вписывать правильные ответы на их взгляд. Это хороший вариант, если у вас викторина какая-то с открытыми ответами, там, может быть, эссе какой-нибудь будет написать, можно предложить. Если у вас участники зарегистрируются в этом сервисе, то у вас все эти ответы пойдут к вам в рабочий кабинет, и вы можете даже отслеживать, кто что написал, выдавать им обратную связь, если захотите, кто правильно, кто неправильно. Таким образом можете контролировать процесс, либо просто как для самопроверки. Более такой интересный сервис, более красочный, форматив. Принцип работы такой же. Вы создаете задания, и вот эти интерактивные задания выполняют участники. Единственное, что здесь принцип создания немножко другой. Вы открываете рабочее поле, и вам сразу целый список контента предложат, который можно сюда вставить. Таким полупрозрачным шрифтом выделено то, что за деньги. Бесплатных элементов около 10. Можно вставить любой встроенный объект по коду, изображение, текст, видео, запись, викторины нескольких видов, например, да-нет, и с выбором правильного ответа. Можно эссе попросить написать. В общем, тут есть из чего выбрать. Конструктор чуть выше на слайде можете увидеть. Это, например, традиционная викторина. Здесь даете правильный вариант ответа, отмечаете то, что правильно, ну и сохраняете. И в итоге получается такой лист. В основном листы, конечно, адаптированы для работы внутри. То есть они не для публикации, а просто вы приглашаете участников к работе, даете им коды, создаете класс, куда помещаете ваш опрос, и они по коду заходят и в нем работают. А вам появляется обратный, ну, вы получаете в рабочий кабинет всю эту статистику, а дальше уже проверяете, кто правильно, кто неправильно ответил. И плюс здесь можно еще в режиме онлайн работать. Например, можно провести урок информационной грамотности и в закреплении предложить им интерактивный лист с заданиями разными интересными. А в режиме онлайн за своим компьютером вам будут происходить сведения, кто на что ответил, правильный ответ или неправильный. А вы уже в режиме онлайн можете кому-то подсказывать, вспомогать. Вот это большой плюс сервиса для вот таких вот коллективных занятий в цифровом зале, например, для информационных каких-то мероприятий. Можно использовать. Ну и самый интересный, на мой взгляд, это, конечно, визор. Сервис, в котором большая библиотека, вы можете использовать и свои рабочие листы, взять какие-то чужие для работы. Здесь все открыто, все опубликовано. Единственное, что на сайт и в блог только по ссылке можно вставить. Вот кодом не получится всю эту красоту себе сохранить. Но по ссылке открывается вот такая вот замечательная штучка. Рамочки рисуются от руки прямо мышкой. Просто мышкой вырите, и рамочки рисуются. Если о визере говорит, то здесь больше различных интерактивных заданий. Тут разные викторины, изображения, видео, тоже встроенные объекты. Есть тексты, таблицы. Есть очень интересные викторинки. Вот сейчас на слайде полистаю, покажу вам. Если ссылка не открылась, это про былины. Я делала просто как тренировочное такое задание. То здесь, например, есть задание на соответствие. О, у кого-то здорово вставилось. А у меня вот на сайте в блог не получилось, не открывается почему-то. Но я еще попробую. Вдруг получится. Например, вот можно на соответствие создавать. Соедините слова, получите название «блин». Либо, например, таблицу. Соедините графы между собой нужные. Тут вариантов много, вплоть до того, что можно дать задание, нарисуйте что-нибудь. Я попробовала практически все задания, создала такой рабочий интерактивный лист, в прямом смысле рабочий. Ну и вот для демонстрации практически всех возможностей этого сервиса. Количество заданий здесь увеличивается постоянно. Здесь что-то новое постоянно придумывается, додумывается. Здесь можно свои фоны выбирать из библиотеки, как-то оформлять по-новому каждый раз рабочий лист. В общем, это отличное подспорье, если вы хотите что-то необычненькое создать для своих читателей, красивое, интерактивное и действенное. Вот советую очень визерми. Он, в общем, несложный. Тут очень легко разобраться. Ну вот вкратце, бегло рассказала о всех сервисах, которые мне нравятся, которые я использовала, которые взяла на вооружение. Возможно, я к ним вернусь уже более подробно. О них буду рассказывать. Вот список всего того, о чем я сегодня рассказывала. Это обучалки, либо обучающие материалы, либо подробное описание сервисов, принципы в них работы и так далее. Буду рада, если материалы вам все пригодятся. В папочке ресурсы эта презентация есть. Ссылки должны быть интерактивные, они должны открываться. В общем, если будут какие-то вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, рада буду вас услышать. Пишите. Все координаты остались все теми же самыми. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо, что слушали. Ну, на этом, если вопросов особых я пока не увидела в чате, то на этом тогда буду прощаться. Здесь нет, пока вопросов не увидела. Да, не успеваю весь чат читать. Спасибо большое, всего доброго. Жду вас на следующем фебинаре, он уже будет в конце ноября, через полторы недели, да, 21-й, если я не ошибаюсь. И мы поговорим уже о библиотекаре как журналисте, как создавать электронные публикации в сети интернет для социальных сетей, блоги, сайты. Все, что знаю по этой тематике, постараюсь рассказать, показать. И, как всегда, в программе будут и сервисы, и интересные инструменты. Спасибо большое, приходите. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели сегодняшнего вебинара, давайте будем прощаться. Сегодня был Директ Академии насыщенный вебинарный день. Было два вебинара, оба они подошли к концу. На самом деле, было даже три вебинара. Третий вебинар был в курсе Натальи Логачевой. Вот, все они, наконец, подошли к концу. И я хотел бы поблагодарить Марину Анатольевну за замечательный сегодняшний вебинар. С замечательный, с методической точки зрения, и с информационной. Приходите на вебинары Марины, будет всегда интересно. Регистрируйтесь заранее, чтобы не пропустить. Я прощаюсь с вами. До встречи на новых вебинарах. Директ Академии Продолжение следует... 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 Продолжение следует...